ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такое тоже, в общем-то, случается Итак, закончился круг показа трассы Гонщики опять возвращаются на линию старта Устинским зрителям пору программки делать Но программки вообще хорошо раньше были Вот когда я вел мотогонки на льду У них же программки традиционные Они ставят эти крестики 3-2-1 очки Вот эти самые Помедленнее говорите Мы там тебя забыли Как же там Красников Сколько он выиграл, не выиграл 3-2 очка вот этих самых То есть такое Но это правильно Потому что, в принципе, болельщики Должны быть везде достаточно грамотные Итак, Красников Вот это как раз ледовик У нас выезжает на старт И встает где-то в серединку Стартовой прямой Опа! Николаус вбил гусеницы В снег На мотоцикле для ледового спидвея Нет тормозов Их трусы придумали Он тормозит двигателем, собственно говоря И к повороту практически гонщики Там две передачи Одна для старта Остальная для всего остального То есть включаешь ее Лупишь там уже от души 4 круга 4 разного цвета на шлемника То есть своя специфика гонки на стадионе И так готовы к старту Спарты 5 секунд до старта Иииииии Тянутся 5 секунд Томительно Опа! Старт! Ну что? Прям лыжа в лыжу, собственно Так, красавец Он первый, но прошел его, прошел его Красников. И так у нас Колотовкин Павел выиграл старт. 49-й номер, но сейчас его более быстрые гонщики наказали, похоже. Итак, 117-й Красников, 77-й Орешков, 49-й Колотовкин. На третьем месте борется Пашка у нас с Орешковым за второе. Так, холл-шот в исполнении Павла Колотовкина, перворазрядника СТК Ультиматум, телезритель видит повтор. К сожалению, Колотовкин старший не поехал. Но здесь до контакта дело дошло, Орешков уперся у нас в Красникова. Слава Богу, ничего не отломил себе. Колотовкин в третьем подскочил, но затем они его прошли. И так идет гонка, идет гонка Красников-Орешков-Колотовкин. Полторы секунды Орешков проигрывает лидеру, Колотовкин 4,5. И так вот за третье место здесь борьба Воробьев-Сергеев-Бухуостов. Итак, опять вопрос, хватит ли сил заслуженному мастеру спорта, президенту Мотофедерации Башкортостана, восьмикратному чемпиону мира в личном зачете Николаю Красникову продержаться впереди. Осваивает он снегоход, первый сезон у него. Хотя он гонялся в летнем кроссе, собственно говоря, он ездил там. Я его вел как-то несколько раз у нас, потому что зимой и зим. Зимой что-то на шипах тоже пробовал, в общем-то. Ну, поэтому президент Мотофедерации должен все попробовать от снегоходов. Ух ты, сейчас он здесь чуть не ошибся у нас, кстати сказать. Так, Орешков второй. Ой, 30 лет парню. Просто его, вот мне просто обидно за него, что как его в сезоне 13-го года отставили от чемпионата мира. Он вполне бы за 10 титулов в личном чемпионате легко. Потому что сейчас в форумах спидвейных такие обсуждения. Кто-то сможет ли родиться, обгоняя Красникова, собственно говоря. Вот так. То есть он опережает всех, с кем гоняется на соревнованиях. В этом году он подтвердил это на первом финале чемпионата мира, личного чемпионата мира, который в Красногорске проходил, Подмосковье. Он легко всех обыграл у нас, выступая по вайлкарт, по дикой карте. Его выпустили как раз, в общем-то, вот так. И на втором, соответственно, вайлкарт уже не действовал, он не поехал. Сейчас, кстати, Калтаков лидирует наш гонщик, пошлогодний чемпион мира Данила Иванов. В общем-то, что-то неудачное в этом сезоне выступает. Это речь идет про мотогонки на льду. А у нас снегоходы. Николай Красников лидирует. 117-й стартовый номер. 2,7 было на предыдущем круге. Да, Решкова. Сейчас посмотрим. А сейчас 4 секунды. Ух ты. Лучший круг конки. Минута 0,4. 11 в исполнении Красникова. Второй круг. Но, в принципе, ситуация была такая же и в первом заезде. Похоже, Красников все-таки устает. У него такие более спринтерские навыки. И на длинную гонку относительно ему не хватает. 3,5 минуты всего прошло. Надо еще продержаться. А Решков же, в общем-то, больше снегоходчик. И если бы вот это не ошибка, он вполне мог бы в первом заезде победить. Мы помним, что у него был вылет небольшой. Но он быстро снегоход поставил. Это заместитель Деда Мороза Павел Орешков. Паша у нас 26 лет. Тоже молодой гонщик. Призер молодежки. В свое время по юниорам. До 21 года был. Седьмого года. Четвертый был в сезоне восьмого. Затем бросал. Начинал вновь в сезоне 2014. Был четвертый в чемпионате России по спринтам. И в прошлом году бронзовый призер чемпионата МФР. Итак, Орешков отстал уже на 4.5. У нас Воробьев отстает на 8.2. На третьем месте Алексей Воробьев. 43-й стартовый номер Слободской. Кировская область. Алекс Рейсинг Парц. Призер спринт-кросса в Ярославле этого года. В классе спринтового Нарешкова, кстати, обогнал. Поведитель у нас класса спорт Кубка России прошлого года. Много они проводят гонок, кстати говоря. В общем-то, у нас тоже. Ну, он участвует в чемпионате Татарстана, Башкортостана. То есть, вот в этих соревнованиях. И гонках Кирова. Кстати, в Кирове сегодня эндуро. То есть, чемпионат по снегокодным гонкам эндуро, по лесам, по большому кругу. Гонщики идут на выносливость. Эндуро от испанского слова «выносливость». Итак, ну что у нас. Шестая минута. Вторая половина заезда пошла. Красников пока уверенно лидирует. Хотя скорость сейчас уже не сколь впечатляющая. Ну, правда, и Орешков тоже. Сейчас, кстати говоря, Воробьев быстрее Орешкова почти на 2 секунды. Вот это Урал спонс. Это, я так понимаю, у всех ледовиков. Там инвестиционный фонд Урал. То есть, их спонсирует. И реально Воробьев догнал Орешкова. Вот что второй заезд. Мы думали, что Паша поборется за первое место. Нет. Нет. Представитель Кирова, Вятский, Хватский, Алексей Воробьев, его пытает сейчас пройти за второе место. И жила доля дублера Деда Мороза Павла Орешкова. Он может сейчас потерять свою позицию. И так промчался Красников. Нет, все-таки, все-таки здесь чуть удалось оторваться. Буквально он висел на гусенице у него. И сейчас Орешков чуть быстрее. Где-то порядка 2,5 секунд между ними. Солотовкин сейчас в одном темпе с Воробьевым. Но там отрыв большой. Там отрыв практически 7 секунд. Итак, вот то, о чем я говорил. В принципе, у Красникова лучший круг минуту 0,4. А сейчас уже 0,6,4. То есть западение скорости у него есть. 6,7. Сейчас просвет. Хватит ли на вторую половину гонки? Восьмая минута пошла. Ну, Орешков тоже не очень свеж. Сейчас минуту 0,5,2. Лучший круг. Сейчас 0,7,2. То есть пока Павел не может навязать борьбу лидеру. Наоборот, даже Воробьев стал подбираться. Было. Итак, Красников. Красников 0,7,342. Орешков 0,6,3. Да, уже секунду отыграл. Воробьев 0,5,7. Воробьев опять. Недоволен своим третьим местом. Итак, сейчас самый быстрый вятский гонщик Алексей Воробьев. 43-й номер. Он прессингует Павла Орешкова, 77-го. В борьбе за серебряную ступеньку подиума. Если сейчас они поменяются местами, то при равенстве очков будет преимущество второго заезда. И Воробьев Орешкова сможет пройти. Ну, это если бы девятая минута из десяти. Опа. На пределе работает радиомикрофон. Иногда есть такие, собственно, сбои. Телезритель-то меня слышит постоянно. А радио здесь все-таки далековато. Мы сидим под базой радиомикрофона. Он пока вроде все хорошо идет. Так, Красников Орешков, 6,4. Сейчас опять Красников чуть побыстрее взвинтил темп 0,6,2. Минута осталась контрольного времени, плюс еще два круга. Ну и, похоже, Орешкову все-таки удалось отъехать от Воробьева. На более-менее безопасное расстояние. В заявке в одной команде Татарстана было у нас пять человек. В классе спорта, к сожалению, они троих не смогли привезти. Только с транспортом у них были проблемы. Только два привезли снегохода. Итак, в нашем заезде класса спорт лидирует заслуженный мастер спорта Николай Красников. Стартовый номер 117-й. Цент технических видов спорта Габдархмана Кадырова Уфа. Башкортостан. В свое время Габдархмана Кадыров, по-моему, шестикратный чемпион мира. И это казалось чем-то запредельным. Когда вот восемь титулов выиграл Николай, в общем-то, причем подряд. Один за другим с 2005 по 2012 год он своего учителя обогнал. Сам Николай Красников из города Шадринска. То есть Шадринск тоже один из центров мото-гонков на льду, но он давным-давно уже в Уфе рулит. Я смотрю периодически тоже с целью повышения квалификации гонки ледовые тоже. И вот когда Красников убрал чайку, у нас гонщики из Благовещенска сказали, ага, президента не будут судить, собственно говоря, там как бы чайка-то и орел. Такие были вещи, но это скорее там просто такой трек, в общем-то, в форуме. Ну, агрессивный, отличается жесткой манерой езды именно в спидвее. Ну, в снегоходе он начинающий у нас гонщик, но тем не менее. Итак, 4-3, опять падает разрыв у нас. И два круга. Два круга на все про всю осталось между лидерами. Ну, я думаю, что 3,5 секунды, 3,4 хватит у нас Красникову на сей раз. А то будет, кстати говоря, такая же ситуация и среди лидеров. Если сейчас только резко форсаж не включит орешков и совсем не прикроется красником. Мотокроссменам и лидовикам иногда тяжело к вот этому курку привыкать. А курок на снегоходе, он более тяжелый, делается, чтобы как бы ручку держать, не отпускать. И вот тот же Лидовской, Андрей Лидовской у нас, подогонщик сильный. Они ручку переделывали, просто от мотоцикла устанавливали, вращающиеся. Итак, круговой. У нас уже потихоньку совсем устал. Итак, Красников на последнем круге. Орешков! Три секунды, но все-таки есть, да. Быстрее сейчас идет Паша, быстрее, но и быстрее опять же Воробьев. Паша скорее убегает опять от Воробьева здесь, чем догоняет Красникова. Итак, последний круг заезда класса «Спорт». Пошел круговой еще один. Уже на два круга они аутсайдера обогнали. Итак, вот эту техническую секцию проходит 117-й номер Красников. И мы его сейчас будем ждать на финише. Ну и что? Паша догнал! Растерял все свое преимущество. Красников повторяет ситуацию первого заезда. Караулит его Орешков. И сейчас может быть фотофиниш в исполнении этих двух гонщиков. Но все-таки нет. Все-таки фотофиниш не поднялся. И Красников, первый Орешков, второй. 117-й, 77-й номера. 43-й, Алексей Воробьев, Киров, третий. Ну вот мы видим, что Орешков просто спохватился поздновато. Он практически лучший для себя круг. Минут 0,5-3 показал в самом конце. Взялся опять догонять Красникова. Но было уже поздно. Итак, четвертым заканчивает наш заезд 49-й номер. Павел Колотовкин, спортивно-технический клуб «Ультиматум» в Альметьевске. Шестым уже финишировал аутсайдер 431-й, Вадим Сергеев. Он на два круга отстал. И ждем Бухвостова на финише. 990-й номер. Еще один представитель Альметьевска. Евгений Бухвостов финиширует у нас в топ-5. Итак, мы спорты увидим вечером на награждении. Но пока предварительные итоги. Я так понимаю, Красников сохранил лидерство, удвоив свое преимущество. У него было 50, стало 100 очков в активе. Орешков на втором месте.